Так, дорогие друзья, сейчас пробуем с другого девайса, с телефона. Пробуем сейчас с телефона. Надеюсь, что с телефона будет получше. Ну-ка, посмотрим, как сейчас с телефона. Давайте проверим. Вот так вот, с телефона с одного, с телефона с другого. Ну-ка, как сейчас? Давайте проверим live. Как сейчас? Так. Смотрим. как сейчас слышно как видно давайте проверим пальму видно лучше мне лично видно стало лучше явно как вам не знаю мне наташа благо мужика мясоруб смотрит нас все с телефона лучше то есть очевидно камера на телефоне лучше чем камера на компьютере я так думаю так и это нам еще раз доказывать что надо пробовать то есть иногда бывает пробуешь не получается пробуешь получается то есть нужно несколько попыток всегда нужно не сдаваться не опускать руки don't give up как говорят в америке не never give up никогда не сдавайся да и как тому не тоже говорят даже если острый меч лежит на твоей шее не отчаивайся от милосердия бога как насучил царь давид итак двадцать восьмой отрывок мы сейчас изучаем 20 о 28 глава первый отрывок и начинается это так на су воен родев раша убегают и нету того кто гонится у злодея выцадите им кэкфир и втах отсадите праведните они как львята они у них есть бетах он и втах это у них есть уверенность такая да теперь что это значит это значит как раз вот если вы послушайте еще урок или шамы моего сына как раз был перед шаббатом и я весь шаббат я прямо из него говорил директор а про ахашвироши это лучшая иллюстрация вот этого отрывка смотрите как получается вот ахашвирош был до казалось бы царь 127 стран то есть у него у ахашвироша вообще армия он захватил потом он делает 180 дней пир казнит эту вашки то есть у него сила невероятная но что мы видим мы видим что он боится он боится настолько что к нему во дворец невозможно зайти то есть он не так что он ходит по улицам с людьми встречается то есть он настолько боится что у него система охраны так устроена что тот кто заходит нему во внутренний двор по умолчанию его убивают потому что он боится что это могут быть какие-то убийцы он хочет он говорит так что только те кого я лично приглашаю они могут ко мне зайти если я человека не приглашал то все а кого он приглашал он даже эстер он 30 дней не приглашал он все время боялся людей то есть он все время был такой на на ужасе таком да теперь и тут вдруг он хочет наградить мордыхая за что он хочет наградить мордыха а там была какая история когда эстер но я не буду пересказывать хотя там был длинный урок там очень короткий есть момент такой интересный что когда хашвирошу не спалось то есть его пригласила эстер его и амана пригласила на пир один день и второй это было очень странно то есть он не говорит что ты хочешь что ты от меня хочешь я тебе дам до полцарства она говорит хочу только тебя и амана к себе на пир это просто не какая-то непонятная история и он от этой непонятной истории он прямо же заболел он не спал ночью не мог заснуть настолько ему было страшно что же она задумала и он хотел вывести ее на чистую воду и он думает надо посмотреть кто меня спасал от предыдущих заговоров а у него постоянно были против него заговоры да как против сталина были заговоры против ленина на гитлера что было понятно было пятьдесят два покушения за то время за 12 лет которые он был у власти было 52 организованных покушения немцы нацисты там все и отсюда мы видим кстати что раз ни одной из них не преуспела что это как бы рука небес потому что 52 покушения причем были такие что вот буквально в минуту там расходилась и и он оставался все равно все время жив теперь значит и здесь ахашвирош думает как же мне вывести всех на чистую воду и он значит говорит надо найти того который меня спас и его сильно прославить чтобы люди которые знают о заговоре они об этом узнали чтобы всем объявили и значит и тогда все узнают о заговоре и будет отлично если есть заговорщики то обязательно кто-то захочет такой же награды их настучить именно в этом была суть что он захотел наградить мордыхая а не в том что он был благодарный человек который решил вдруг отблагодарить за что-то так вот мы видим по хашвирошу по любому любому тому кто злодей до возьмем например бен ладан да бен ладан он такой прямо все организовал там взрывы в америки но он прятался как крыса как мышь какая-то да он ползал по этим подземельям под почему он боялся и в итоге его нашли вычислили и убили то есть любой злодей он даже если даже если в этот момент за ним не гонится он внутри ощущает вот это вот преследование поэтому нам сказал в первом отрывке царь саламон носу вен роды фроша то есть убегает и нету даже за ним никто не гонится злодеи теперь вы садите мки кфир ифтах отсадите проведите они как львята уверенные да то есть они как львы уверены возьмем того же мордыхая значит амана амана сказал царь царь поднял его и говорит все должны перед ним кланяться а мордыха не кланяется ему все говорят мордыха ты что как ты можешь не кланяться это он самый большой властитель за мордыха говорить я не буду у меня есть один властитель это бог бог со всем разберется если у него ну и спрашивают а почему же не кланялся то говорят что у него был какой-то идол на одежде и он ну из-за этого не кланялся то есть это не было его личная гордость у него было такое полагайся на бога и будь что будет да вот это такой принцип жизни принцип жизни и опять же здесь есть как бы можно сказать а вот есть садики которым плохо да действительно в экклезиасте в кэлете писал 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 сам же царь соломон царь соломон писал что есть садик видел я от садика которого ну он был праведный а он ушла раздача как злодея и видел злодея ему ушло как праведному но во первых это временная мера потому что речь идет основная награда это в мире грядущем это раз второе что здесь мы видим ответ что злодей ему кажется что у него всё хорошо тот же омин когда у него было он был на вершине власти на самой вершине власти что он говорил сам вот все это мне не в радость мне все это не в радость пока из мордыхая который мне не не кланяется то есть мы видим что как бы главное для человека это не внешнее а внутреннее состояние и внутреннее состояние даже у того злодея которому сейчас везет а у у него все равно внутреннее состояние, ему плохо. Ему плохо, или он боится кого-то, или же то есть его совесть может мучает, помучивает, да. То есть он как бы, ну я видел таких людей, которые, например, они были на вершине успеха, а сами они наркотики приупотребляли, бухали там все, почему? А ему нехорошо внутри, то есть все думают, что ему хорошо, он лез на эту гору, думал, тоже ему будет хорошо. По факту он долез, а ему плохо. А у него он выгреб уже себе все как бы ожидаемые удовольствия, он уже выгреб, и у него ничего не остается, только наркотики и какие-то извращения. Все, вот эти вот все, которые залезли на вершину власти, они или наркоманы, или извращенцы, или непонятно кто вообще. А садик, он все сидит, он может быть там бедно одет, у него может быть, но у него столько удовольствия в жизни, что просто, ну нереальное количество. И мало этого, и он еще в будущее смотрит с надеждой, что все будет хорошо, а злодея он в будущее смотрит, и ему страшно. Вот первый отрывок 28 главы. Дальше, второй отрывок. Как раз второй отрывок, это сейчас идет перед выборами в Украине, сейчас выборы, и значит, здесь предвыборный такой отрывок. БП Ша Эрец Рабим Сарея. Когда грешная земля, много в ней министров. Сейчас, вы знаете, сколько кандидатов президента в Украине? 42. 42 человека хотят стать президентами. То есть, когда БП Ша Эрец, когда земля грешная, много, много министров. И человека, понимающего и знающего, он продлит. Это как бы, как лозунг, можно прям по радио сейчас идет, лозунг такой, реклама Порошенко, она так звучит, что кандидатов много, а президент один. Все. И значит, я думаю, ну, неизвестно, кто будет, но вот здесь написано то же самое. Когда грешит земля, значит, много появляется саримы-то, управляющих, министров, которые начинают, ну, вот представьте, сейчас, что такое грешит земля? Есть для всего мира, есть семь законов сыновей Ноаха. Семь законов для всего человечества. Это Бог, когда после потопа, то есть, его первая попытка, как бы, человечества, она провалилась, люди ее все испортили. И пришлось стереть, как бы, стереть пришлось мироздание, которое было до потопа, вот эти все динозавры, там, вся эта история. Это все было следствием того, что люди, которым Бог дал возможность управлять мира, то есть, Он создал человека по образу и подобию своему, творцом. И люди первые до потопа, которые были, они эту свою способность создавать мир и менять его, они его использовали, что извратило вся плоть, свой путь на земле. То есть, они полностью этот мир испортили. И тогда Бог стер мир, оставил одного, который шел по системе, как, знаете как, вот люди, это по факту биороботы. То есть, вот мы сейчас говорим, искусственный интеллект восстанет против людей. Да, вот мы сейчас создадим искусственный интеллект, робот Софии там, сейчас все смотрят на этого робота Софии, она как настоящая, типа. Что значит, как настоящая? Она все больше и больше похожа на человека. А что значит, она восстанет? То есть, люди дали ей мозги, а она скажет людям, Теряева слушаться не буду. Теперь, как было с человеком? То же самое. Бог создал некую такую голема, некую биоробота, да, такого. Дал ему душу, дал ему возможность разговаривать, дал ему возможность создавать, творить, мечтать, ставить цели. Все. А человек такой сразу, а ты кто? Бог не знаю. Значит, и давай, значит, по своим делам мир менять. И вот остался в первых поколениях до потопа, остался только Ноах, остался он один с праведником. И, значит, от него пошло вот новое человечество, то, что есть сегодня. Так ему Бог сказал одну повелевающую заповедь. Одну. Он говорит, делайте справедливый суд. Должно быть честное. Все равны перед судом, нет равнее, не равнее. Справедливый суд, это основа жизни людей в этом мире. То есть, должно быть честный суд. Теперь, что значит грешить земля? Когда нет честного суда, когда можно за взятки откупиться, когда можно за взятки решить любой вопрос, когда можно за взятки ездить на красный свет. Все, что ты хочешь, можно делать за взятки. Так что, и вот получается, когда начинается вот этот вот дисбаланс, расколбашивание, власть, которая держит власть, ну, главный, который, да, там, президент, премьер-министр, неважно кто, он начинает давить на народ, чтобы удержать этот народ, и умножаются те, которые, ну, Саре, это, Сарим, это те министры, там, разные, эти самые, полиции, там, ну, и так далее. Теперь, что, он надеется, что можно удержать это давление, бурлящее, да, но написано, нет, только человек мывин, только человек понимающий, и знающий, знающий, что божественные законы, он может продлить, он может продлить существование этой власти, потому что, если эта власть была преступная, как, например, предыдущая власть, да, которая, ну, там, грабила, забирала, все воровала, то есть, это было, ну, просто, вот сидит президент, например, да, Янукович, у него дворец, 50 миллионов долларов, а зарплата у него, вот, 10 тысяч, там, гривен, или сколько у президента, 100 тысяч, ну, там, 2-3 тысячи, 100 тысяч долларов в год, а он живет в доме за 50 миллионов долларов, и все на это смотрят, типа, ну, нормально, а чего нет? Ну, как это, чего нет? Он же явно украл все эти деньги у кого? У пенсионеров, у, ну, у всех, да? Понятно. Теперь, значит, только если власть, она становится честной, то тогда у нее есть возможность долго удержаться, или же она постоянно увеличивает давление, и становится тогда властью какой? Властью вообще преступной, потому что тот же Сталин, например, да, он убил жену, она, шорох был, это к первому отрывку идет, сейчас иллюстрация, что злодей, он все время убегает, и Сталин, я, ну, я мало знаю, но была одна история, когда жена его там, она за шторой была, и он выхватил пистолет, он ее убил, то есть, и все вот эти вот репрессии и так далее, это все было почему? Потому, от страха, от страха, что сейчас кто-то будет свергать эту власть, и все диктаторы, если они держатся как диктаторы, у них единственный способ умножать, умножать, умножать вот этих вот министров, которые будут держать, держать давление, но в какой-то момент это давление взрывается, и эта власть слетает. Хорошо. Третий отрывок, третий отрывок, Гевер Раш, Веушек Далим, Матар Сохев, Ве Эн Лохм. Значит, третий отрывок, он как раз говорит про Октябрьскую, про Октябрьскую революцию, Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Третий отрывок говорит, 3000 лет назад про это. Написано, когда усиливаются, Гевер Раш, Раш это бедный, тот, у которого ничего нету, и он, значит, усилился, как рабочий землю, фабрити рабочим, землю крестьянам, и вот это вот все поднялись, они поднялись, которые были они все время под давлением, а они под каким были давлением? Предыдущая власть же, она не лучше была, чем коммунисты. Все говорят, царь, там был царь. Крепостное право, все рабы, большая часть населения страны рабы, свои у своих, и их просто продают деревнями, там они бесправные полностью вообще. И вот, значит, вот этот еврей, полтора миллиона евреев жило в России, в Российской империи, да, черта оседлости, запрещено то, запрещено это, детей, детей забирали в 12 лет, на 6 лет подготовки до 18 лет, а с 18 лет на 25 лет в армию. Это было кантонисты, на еврейские общины накладывали такое. И план был такой прям конкретно, треть крестить, треть убить, и треть выслать евреев из России. За что? Вот так вот просто, это царская власть была. Ну, и своих же она тоже щемила очень сильно, потому что большинство в России были бесправные, были вот эти вот все крепостные. Теперь, и они взорвались, то есть, эти пытались их подавить, 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 но, как мы знаем из второго отрывка, что это подавить невозможно, и теперь написано, усилились бедные, в Эушек Далим, и начинают грабить кого? Далим это тех, у которых было, а потом не стало, обездоленные, как на русском, Далим. То есть, ну, забрали все, поделили все, по коммуналкам, раз, ну, были квартиры, они все по комнатам разбили. И что? и значит, и ничего, казалось бы, ну, было богатство у одних, раздели его, оно будет у всех, а оно куда-то исчезло. И началась бедность, такая повальная бедность, все, вообще голод, 30-е годы голод, 20-е годы голод, все голод. И на что это похоже, царь Соломон говорит? Это похоже на матар, на ливень, который сильно идет, и он сносит все. То есть, казалось бы, от дождя должна быть польза. От дождя должна быть польза. Но если это дождь, долго его не было, не было, не было, не было, и потом он сильно идет, то он не просто не питает землю, а он сносит верхний слой вместе со всеми, со всеми этими, ну, ростками, семенами там и так далее. И написано, что когда усиливаются бедные, начинают грабить богатых, то что тогда, это как дождь, ливень, который снимает почву, и нету хлеба. То есть, это вот тот голод, который был, ну, то, что называют голодомор, но это было следствие того, что всех вырезали, те, кто умел и знал, как зарабатывать деньги, а потом, а потом остались, фабрите рабочим, землю крестьянам, а агрономами кто будет, а изобретателями кто будет, а кто будет технически все это организовывая. То есть, менеджмента не осталось. И когда менеджмента не осталось, вся система рушится. Это как, хотя изначально хотели убрать верхний слой злодеев для того, чтобы стало справедливо. И в Америке как-то так получилось, но у них тоже это было не одна шагово, у них была там революция, когда они, 1776 год, когда независимость Америки. Потом, дальше у них же все равно было тоже рабовладельщище, тестрою негры, там были в рабстве, их там реально тоже щемили как крепостных. А потом, значит, у них была гражданская война. По ним было в гражданской войне полмиллиона человек, представьте. За что? За то, чтобы все получили равные права. Но вот это вот, это как бы у них была крутая цель, чтобы все получили равные права. И дальше у них сейчас у всех равные права и так далее. Хорошо. Значит, вот мы сегодня изучили три очень важных, полезных отрывка. Давайте подведем итог. Короткий. Что злодеи убегают все время и даже когда за ними не гонятся. И самое главное, это внутреннее состояние человека, чтобы у него внутри было хорошо. А внутреннее состояние достигается только тогда, когда ты цадик. То есть, когда ты не делаешь зла, знаешь, что делать надо добро. И ты как бы живешь в правильной системе координат. Теперь, второй отрывок, что в грешной земле как бы жить, вот мы из начала, из начала Торы мы видим вот эту всю историю, когда Авраам и Лот, его племянник, вначале они зашли в землю грешную, где был царем фараон. И что получилось? Фараон забрал цару, потом, в общем, Бог их спас, они ушли. Дальше они разделились. И пошел Лот в дом жить. Он был цадик. То есть, Лот продолжал быть там, как бы, он был, жил правильно, в принципе, но он жил среди злодеев. И в итоге он все потерял, жена погибла, там и так далее. То есть, жить в грешной земле, в грешной земле, и оно может быть кажется, что временно ты можешь от этого, как бы, ну, нормально выиграть, да, но по факту, как бы, по факту, если взять в долгосрочной перспективе, то это проигрыш. Это второе. И, значит, и третье, что усиливается бедный и грабит этих обездоленных, в общем, это нам вообще, нас не касается, потому что я надеюсь, что никто здесь не собирается грабить, а именно попасть под раздачу, тоже вроде бы, сейчас более-менее везде нормально, но как только, как только наступает какой-то экономический кризис, то первое отдушина, от которой, ну, куда все начинают грабить, это евреи. Это интересно, так было на протяжении всех лет, и именно первая причина грабить, это деньги. То есть, вот эти все изгнания евреев, религиозная подоплека, это была только ширма, только ширма, внешняя ширма, потому что все цари, когда издавали эти указы, то первое, что было в указе написано, или креститься, или уходить, или убьем, но имущество по-любому заберем, то есть, как-то при любом варианте имущество забираем, и все, да, то есть, тут нет никаких, как бы, вариантов. И, закончу на оптимистической ноте, был такой Робин Гуд, который грабил богатых, и он отдавал бедным, а когда он встречал людей среднего достатка, он впадал в ступор, он дал, он не знал, что с ними делать, да, вот, поэтому, поэтому, дорогие друзья, все, наша задача какая, учить Тору, выстраивать свое мышление, и надеяться на Бога, что все будет хорошо, потому что надеяться, что будет плохо, нет смысла вообще никакого, все, удачи, успехов, и хорошей недели, всем пока, значит, напишите, пожалуйста, свои выводы, и поделитесь уроком со своими друзьями, важно делиться Торой, и, как бы, освещать мир вокруг себя, все, пока.